Канал Hello Russia на предпатии детского Евровидения 2019. Значит, у России уже есть до победы, но наша страна не привыкла останавливаться на достигнутом. В этом году в Польше нас представляют два юных таланта. Татьяна Мирженцева и Денберелла Оржак с песней «Время для нас». Денберелла, вам всего 13 лет, но вы исполняете свою песню с недетской хрипотой. Это вы так тренировались или это настоящий голос? Ну, это мой настоящий голос, ну, у нас все так поют, ну, это у нас традиция такая, но... Когда я пою, я рисую, и еще меня очень волнуют проблема с загрязнением нашей планеты. И я написала эту песню для того, чтобы объяснить взрослым то, что они уже достаточно постарались. Что главное в победе? Для победы главное быть а. фартовым, б. талантливым и ц. просто быть. Уверенность в себе, готовность порвать зал и просто зажечь и кайфануть. Победы, я думаю, что все примерно одинаковые. На одинаковом уровне просто некоторым больше повезет. Что главное для победы? Для победы главное стремление. И если я считаю, есть стремление, то будет обязательный результат. Вера в победу. Уверенность. Талант. Труд. Главное уверенность в себе и, конечно же, не волноваться. Потому что волнение может просто нарушить весь свой настрой. Каждый человек должен найти свой такой ритуал, как настраиваться. Скажите, пожалуйста, какие тренды в музыке вы могли бы отметить сейчас? Я, конечно, знаю все, что сейчас происходит. Некоторые тренды меня очень огорчают. Потому что в этих трендах, к сожалению, отсутствует как таковая музыка, мелодичная музыка. Как показала песня, когда ты станешь большим, тенденции к примитивизму или к какому-то набору маленькому слов, или просто эмоционально какой-то, это не основной тренд. В любом случае, даже песня с большой мелодией, с большим количеством слов и с глубоким смыслом может стать реально супер-хитом. Рэп-культура на гребне волны в разных формах, в разных проявлениях. Брутальная и там с тяжелыми басами, просто мелодичная и хаотичная. Самая главная тенденция, что сейчас все-таки поют вживую артисты. Мне вот это очень приятно, что в нашей стране начинают уже даже на телевидении требовать живой звук. Это крайне приятно. В российском шоу-бизнесе сейчас все же еще звучат песни в стиле 80-х. Мы это знаем. Также R&B музыка тоже до сих пор. Я думаю, она еще будет очень долго. Расскажи вообще, что сейчас происходит в твоей творческой жизни? Чего нам ждать? В моей творческой жизни сейчас произошел такой небольшой перелом. С начала 2019 года у меня так пошло, что я пришла к такой точке, когда ты начинаешь писать музыку сама, и музыку, и текст, когда эмоции в твоей голове переполняют, и ты хочешь это вылить вот в свое творчество.